Дорогие товарищи, друзья, мы собрались на этой исторической, легендарной земле, чтобы торжественно отметить 60-летие Курдской битвы. Курдская дуга – это особый рубеж Великой Отечественной войны. Здесь в летние дни 43-го советская армия не просто выиграла битву, она не дала врагу взять реванш за его тяжелые поражения под Москвой и Сталинградом. В итоге Курдской битве наступил окончательный перелом хода Великой Отечественной войны и всей Второй мировой войны. Такие события – опорные точки нашей великой истории. В них истоки народной гордости и российского патриотизма. А сами они – пример воинской доблести и служения своему народу. На огненной дуге была использована редчайшая военная стратегия преднамеренной обороны. Стратегия, которая истощила и измотала ударные группировки гитлеровских войск. А переход нашей армии к хорошо организованному, подготовленному, заранее спланированному контрнаступлению завершил их окончательный разгром. После Курдской битвы, вплоть до самого окончания войны, фашисты больше ни разу не смогли перейти к серьезному наступлению. Нацистов не спасла их валеная новая техника. А ведь они оснастили свою армию отлично. Это были грозные машины. Тигры, пантеры – они не помогли. Не помогли так же, как и не помогли самые отборные гитлеровские подразделения. Во время Курдского сражения они столкнулись с окрепшим духом наших вооруженных сил. Столкнулись с возросшим военным искусством наших полководцев. И самое главное – с беспримерным мужеством солдат и офицеров. 180 бойцов стали тогда героями Советского Союза. Дорогие друзья, отсюда, с Брянских, Орловских, Курских, Белгородских, Харьковских, Сумских земель враг начал отползать в свое логово. Впереди было почти два года тяжелой войны. Но наша армия уже шла только вперед – в Берлин. Она освобождала города и села, открывала ворота концернационных лагерей, несла жизнь, свободу и надежду. Именно с этого Курского перелома началось освобождение всей Европы. В Курском сражении победа добывалась не только на фронте. К ней готовилась вся страна, весь тыл самоотверженно работал дни и ночи. И сегодня на встрече с ветеранами Курской битвы мы особенно говорили о тех, и говорили по инициативе самих фронтовиков, говорили о тех, кто ковал победу в тылу. Люди, жившие тогда в прифронтовой полосе, внесли свой неоценимый вклад в успех этой исторической битвы. Они строили аэродромы и железные дороги, возводили оборонительные сооружения, выхаживали раненых бойцов. Они трудились и жили поистине героически – под обстрелами и бомбежками. Сегодня в этом зале много ветеранов. Вы достойно прошли через все испытания Курского сражения, через всю страшную войну. Защитили страну, отстояли ее, отстроили заново. Вы воспитали и детей, и внуков. Но главное, вы всегда, во все времена умели любить Родину. Умели ее отстоять, защитить, поднять на ноги. И это великий пример. Это действительно великий пример для всех последующих поколений. Пример, давший нам духовные силы и уверенность в себе. В самые трудные времена. Я искренне рад, что вы, дорогие ветераны, по-прежнему в строю. И благодарю вас за это. Благодарю вас за огромную работу по сохранению славных традиций нашей истории. За то, что вы закладываете в наше будущее всю свою жизнь. За то, что вы вложили в нашу страну всю свою жизнь и всю свою душу. За воспитание молодого поколения. Сегодняшнее событие выходит далеко за рамки Курской, Орловской, другой области, которые я называл высшей, и которые связаны с Курской битвой. Это без всяких сомнений общенациональное событие. Более того, это событие международного значения. Потому что, как я уже говорил, именно отсюда начался окончательный бесповоротный перелом в ходе всей Второй мировой войны. Низкий вам поклон. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...